российский десант планирует высадиться в тыл вооруженных сил украины такое заключение сделали аналитики института изучения войны по мнению аналитиков штурмовые бригады будут развернуты в ближних тыловых районах линии обороны вооруженных сил украины с помощью вертолетов является ли это новым нет известная история высадки в гастомеле определенного времени где в конечном итоге удалось значит разбить эту группировку с противниками и не дать высаживать принципиальный вопрос и я хотел бы здесь напомнить что ведь такого рода десантирование планировалось и осуществлялось не только в гастомеле но еще в василькове возможно историю действий васильков которая была не какие-то дни а там значительно недели то есть они планировали изначально захватить два аэродрома гастомели васильков и потом военно транспортами авиации высаживать технику войска и значит действует направлении киева то есть решительно столицу если там захватить со всеми вытекающими военно-политическими последствиями это напомним что попытки высадить десант в начале полномасштабного вторжения закончились провалом это тогда когда еще мы не имели тех всех возможностей которые сейчас имеем там мобильные группы пво наше тогда всем все как-то только-только начиналось как-то все складываться в кучу и тогда мы все это уничтожали в воздухе это настолько удрачная цель в одессе вообще была ситуация они не смогли подойти близко к берегу и высадили десант в море в холодное море где этот десант там доблестно и остался весь по моему крабов кормить достигнуть успехов сейчас тоже вряд ли получится они сейчас боятся подлететь ближе чем на 10-15 километров к линии развлечения потому что мобильная мобильные комплексы зенитно-ракетные насыщенные на линии фронта и они пытаются если подходят еще раз говорю что самолеты что вертолеты не ближе чем до 10 километров а это надо пересечь линию фронта залететь откуда-то и попытаться высадить десант где-то в тылу для того чтобы что-то там сделать вот этому десанту это надо хотя бы минимум тысячи человек тысяча это сколько надо вертолетов ну давайте посчитаем 20 человек хотя мне 18 20 20 человек на вертолет причем сложно нынче россиянам как на море от которого они всячески пытаются отгородить украину так и на суше если речь идет о морском десанте то это невозможно над нас по состоянию на январь 24 года вооруженные силы украины либо полностью уничтожили либо значительно повредили пять больших десантных кораблей следует отметить что составе российских флота российской федерации всех флотов осталось порядка восьми больших десантных кораблей благодаря коллективным усилием наших стратегических партнеров и соответственно у короборонпрома данная эшелонированная система пво которая включает малого среднего радиуса действий ну и соответственно большого радиуса действия это патриоты самки возможность проведения подобных десантных операций сводится практически до нуля подтверждением этих тезисов является сбитие украиной над азовский морем двух российских самолетов а-50 и ил-22 это давно уже не единичная практика в результате успешных действий пво украины были уничтожены три су на херсонском направлении но все же коварству россиян пределов нет поэтому расслабляться украине точно рано конечно есть опасность такого рода действия противника в этом случае если будут использоваться то и готовится такого рода операции то будет соответствующее обеспечение и армейской авиации боевыми вертолетами которые должны поддерживать ну и дальше авиации не только вертолетами у них значительное количество есть самолетов вооружение которым вы говорили их мало не бывает и надо понимать что пока группировка войск российской федерации на территории украины который она имеет преимущество по вооружениям по ракетному авиационному артиллерийскому боеприпасам и личному составу поэтому они могут планировать и на каких отдельных участках организовывать такого рода действия это надо понимать и нам потребуется очень серьезные усилия первых своего разведку вести и предусматривать такие анти действия адекватные а с другой стороны если это будет случаться уже то искать необходимые силы для того чтобы сначала наносить удары по этой группировке а потом значит соответствующим образом действует нашими подразделениями уже фактически на третьем году полномасштабной войны украина доказала что готова принять любой бой приготовленный россией и достойно выйти из него победителем об совершении и и и или и и Продолжение следует...